Снег, метель. Как вы думаете, где мы? Давайте сейчас с вами проведем небольшую разминку мозга. С чем может быть связан снег? С каким логотипом хоккейного клуба? Если вы подумали Сибирь, то это так и есть. Мы в Новосибирске, друзья. Ух, ребят, метет не по-детски, но снимать и показывать снаружи дворец спорта Сибирь нужно. Как и во всех клубах, дворец находится в удобном месте. Есть площадь, парковочные места, как вы видите, тоже присутствуют. Рядом транспортные развязки, остановки. Все необходимое есть. Есть вип-ходы, удобные входы на сектора и, естественно, кассы. Мы сейчас переходим, как вы поняли, к рубрике «Почем билетики? Кассатик». А не подскажете, самый дешевый и самый дорогой билет у вас сколько стоит? От 400 рублей до 1500 рублей. Разницы нету, на какие матчи, на какие клубы, так скажем. Ну, есть. Ну, какой самый дорогой клуб? Ну, вот, какая категория из клубов, которые самые дорогие? Трактор, ЦСКА, Вангартер, автомобилист, СКА, Акбар, Сартак. Понятно. А остальные, это вторая категория, подешевле, да, они? Понятно. А какая квота у вас в связи с ковидом? Сколько людей? 50% 50%? Понято, спасибо. Много ходят? Все заполняется? Ну, на предыдущий марк мы все в этом билеты. Все проживые. Любят хоккей, да, у вас? Да. Спасибо. Часто приходите на хоккей? На Сибирь? Ну, да. Конечно, всегда ходим. Понятно. А что больше всего в хоккей? Нравится и билеты у вас устраивают по цене или нет? Да, устраивают, конечно. У нас вообще порядок здесь. Порядок полный? Нет. У вас трибуны, да, новые сделали? Ну, часть какую-то. Часть, да? Удобнее стало? Да, ну, незаметно нет, но просто места прибавилось, наверное. А полные трибуны у вас ходят? У нас всегда, да. Полные? Сколько разрешают, у нас всегда битком. Дружелюбные кассиры. Одни из дружелюбных, наверное, в КХЛ. Потому что с некоторыми приходилось договариваться об интервью. Здесь же подошел, поставил камеру, спросил о ценах, обо всем. Сразу же рассказали спасибо кассирам хоккейного клуба Сибирь. Да, за дружелюбие. Теперь понятно, почему здесь болельщики с удовольствием идут на хоккей. Потому что сервис начинается с кассы. Да, дружелюбность нужно начинать откуда-то. Вот, обошел Ледовый дворец, поинтересовался, где магазин-атрибутики ответили, что мерч продают только на хоккейных матчах во время игры в файер. Так что про мерч вы узнаете, когда начнется матч. Вместимость Ледового дворца Сибирь – 6652 человека. Самый интересный факт об этой арене. Ей на следующий год исполняется 60 лет. Это одна из самых старых арен континентальной хоккейной лиги. Посещаемость здесь просто зашкаливает. Но, как вы сами уже слышали, болельщики говорят, что приобрести билет очень даже тяжело. Даже перекупов иногда невозможно это сделать. Здесь деревянные полы на аренах. Пластиковые сидения были старенькие. Вот они, кстати. Тут они, эти деревянные полы. Пластиковые сидения. Вот она вся арена. Но, но, с недавних пор здесь начали обновление трибун. Вот я уже, оп, и перешел на новый сектор. Их здесь сейчас посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Обновили девять секторов. Установили новые удобные кресла. Качественные, хорошие. Так что тут полным ходом идет модернизация арены. Но раскрою секрет. Скоро будет построен новый ледовый дворец. Там, говорят, уже поставили даже купол. Правда, вместимость разнится. Кто-то говорит, что будет около 13 тысяч. Кто-то говорит, 10 тысяч будет. Точную вместимость мы узнаем только, наверное, после запуска новой арены. Поэтому будем ждать. Ну, а пока пройдемся, прогуляемся по арене. И посмотрим, что здесь интересного. И, кстати, скоро к нам присоединится один из хоккеистов. Уважаемые болельщики, я хотел бы сейчас обратиться к вам. В принципе, ко всем болельщикам хоккейных клубов. Многие там, бывают, жалуются на сервис. Там еще на какие-то вещи. Допустим, на качество света в арене, сиденья или еще что-то. Берите пример с болельщиков хоккейного клуба «Сибирь». Здесь, ну, честно скажу, самый старый, да, дворец. Трибуны сейчас, понятное дело, модернизируют, все делают. Но команду нужно любить, невзирая там, какой дворец и все такое, да. Вот берите пример с болельщиков хоккейного клуба «Сибирь». Которых не пугает абсолютно ничего. И поддерживают они команду, как нам говорят все сотрудники клубов. Здесь очень дичайшая поддержка своей хоккейной команды. Трибуны эти деревянные половицы ходят здесь ходуном. Здравствуйте! Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, что больше всего во время игр покупают? Ну, конечно же, болельщики, даже чаще всего, это шапки и шапки. Самый главный атрибут у нас сейчас. Ну и маленький снеговичков, который, даже, ну, ребятишка, он видит, который символ нашего клуба. Ну, а так, в основном, все остальное бомбируется. Это болельщик хоккейного клуба «Сибирь». Один из колоритных в данном Леновом дворце, потому что, как вы видите, тут крутое тату у него на голове. Так, с чего решили так сделать? Смышка, с чего решил. Очень сильно пожрите любить парковода? Хожу давно, поэтому решил. Все нормально. Нет, я только спрашиваю, вижу, у вас на затылке тоже есть тату? Ну, ну, а затылке-то да, там татуировка, здесь-то я рисую. А, все. А это нарисовано, это высушено. Каждая игре домашняя. У меня тетенька с той стороны есть притертая, которую она не рисует. Все понятно. Слушайте, у меня, знаете, какой вопрос? Ездим по аренам, снимаем блоги. И самый главный вопрос, который интересует всех, это как вам еда у вас на арене, напитки? Все устраивает, все вкусно, все замечательно? Ну, я, скажем так, особо здесь не ем, я только пью. Меня лично устраивает. Цены на билеты, на билеты, все устраивает, все хорошо. Ну, то есть, нет, цены на билеты, на игру, нет, не устраивает. Они самые дорогие, наверное, в Кехели, да. В основном все нравится. Да, я привык, я сколько, уже больше 20 лет сюда хожу, ну, поэтому стадион родной. Что за такое? Мне нравится. Как я и обещал, с нами сегодня хоккеист нашей хоккейной команды, как и в каждом нашем обзоре, Тимур Шерепьянов. Здравствуйте, Тимур. Здравствуйте, Тимур. Да, актуалочка. Ну, и по традиции я покажу вам атмосферу в чаше арены, а Тимур покажет атмосферу в фойер, правильно? Да. Что, вот с головушки? Вперед. Йоу. Сейчас я нахожусь с одним из главных мужчин данного заведения, наверное, от которого зависит музыкальное оформление... Раскатки, 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 ну и перерывы. Это важно, и перерывы, да. Понял. Смотри, ты как-то подбираешь музыку совместно с хоккеистами? Нет, нет. Нет? Нет, нет. Я смотрю по настроению только, сидя по настроению. Решаю все сам. Понятно. Тебе хоккеисты не диктуют? Слава богу, пока что такого еще не было. Заказов пока что не было. Понятно, ясно. А болельщики что-то просят? Болельщики обычно просят на матчи поставить музыку какую-то, их любимую. Думают, что это возможно, но, к сожалению, тоже нет. Понятно. В целом, всем все нравится. Йоу. Вы приходите на хоккей ради чего? Ради удовольствия, во-первых. Поболеть за свою родную команду. В самом сердце у нас. Ну, а настроение в этом ледовом дворце, потому что он старый, но в наших сердцах навеки. Необместимость на арене я рассказал. Атмосфера здесь хорошая, добрая, позитивная. Не рассказал, о, ложа. Количество, вип-лож, 9. Также есть 10-я вип-ложа, которая принадлежит сотрудникам пресс-служб. Ну и, невзирая на то, что половицы деревянные, и, как сказали болельщики, атмосфера здесь действительно позитивная, добрая. Все это благодаря самим же болельщикам, которые ее создают. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Друзья, и вот мы встретили зимой, два тезки, два Тимура. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что мы будем сейчас делать? Я думаю, мы сейчас пройдем и потестим хот-доги новосибирские. Да, мы идем тестить новосибирские хот-доги, посмотрим, такие ли они суровые, как сибирские парни. Мы хотим потестить хот-доги. Можно два хот-дога. Приготовите нам. Спасибо. Проверим, работают ли наши карточки республиканские. Есть. Опция приготовь себе сам по вкусу. Правильно? Да. Приступаем к тестированию. Попробуем. Как тебе? Ты уже укусил? Сейчас посмотрим. Надо полностью попробовать. Нормально? Пойдет. Ну, думаю, наша татарская сухня ничто не заменит. Согласен? Да. Лучше. Все. Согласен. Управление общественного питания Нижникам с Нептиким в этом году джазит. Согласен? Да. Да, и их булочки, новое вообще вот это вот все меню довольно-таки приличное. Я скажу, одно из лучших в континентальной хоккейной лиге. Потому что, ну, здесь, в Сибири, понятное дело, что мужики суровые, женщины такие же, но по меню немного маловато. Да, у нас все-таки в этом году, в этом сезоне намного лучше. Согласен? Полностью не спорят. А что тебе у нас Нижникам больше всего понравилось? Ну, я думаю, треугольники больше всего заходит. А ты Бейгл пробовал новый? Нет. Ну, приедешь, Бейгл попробуй. Такая булочка буллая. Это похоже на гамбургер. Очень вкусная, да, хорошо. Ну, а мы, друзья, увидимся уже в Екатеринбурге. Возможно, 2Т будут вновь проводить для вас обзор, а возможно и нет. Так что поглядим, увидим, увидимся в Екатеринбурге на матче. Всем хорошее настроение. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok